Блин, тут, оказывается, никто английский-то почти не знает. Open Clothes даже не знает. Куча уличной еды. Какие вкусняшки. Оттуда крыса как пробежала через дорогу перед нами прямо. Мы летим в Дон Тхане. А сейчас мы находимся в нашего хоста. В таком прикольном месте, где дома очень похожи. Прикольный райончик. В общем, вчерашние штучки и фрукты показались не личи, а ланган. И чем-то виноград напоминает, если его открыть. По вкусу какой-то ментоловый мятный. Я уже не могу дальше есть. Но было интересно попробовать. Давно его не съешься, привкус такой во рту остается. Какое-то моющие средства. Хочу порекомендовать сумку от компании Conor. Rolltop. Он скручивается под вашу забивку. И регулируется таким рычажком. Зачелкивается. Выполнен из материала, который используют для американских военных. Вот, кстати, портфель тоже от Conor. Он прослужил уже где-то два года. И до сих пор в хорошем состоянии. Наш хост подвезла нас. Осталось лишь пройти вперед и найти наш РИС. Надеюсь, не за какими. У нас три часа в запасе. Тут Рим нас встречает Колизей. Такой аэропорт здесь. Утреннее перелеты происходят с терминалом 2. Вот немного прошлись. Мы сначала первый подъехали. Огромный просто. Очень большой. Здесь где-то есть 7-11. Но к нему пройти тяжело. Вот такой терминал 2. Огромный. Смотрите, какие дороги здесь. Не, я сдаюсь, я не найду тут все равно. Аэропорт. Просто огромный аэропорт. Мы вышли с аэропорта, потому что там очень холодно. Кондишенном максимально работают. Вышли согреться. Все-таки добрались мы. Он был на втором этаже. Второго терминала. Над парковкой. И вообще, после парковки прям. Здесь супер дорого. Все по 100, по 150. А тут зашли по 35. Все, наверное, по 40. По 50 максимум. Огромные сэндвичи. Смотрите, прям внутри аэропорта здесь стоит такой дом. Сегодня летим через AirAise. И у них есть такие терминалы, в которые можно подойти. Вводишь просто свой весь, фамилию. Все. И можешь сразу распечатать билеты. Портфели Келопо по 9. Перевес, в общем, у нас. Можно 7. Но портфели не взвешивали, слава богу. Поэтому идем дальше. Ну, привет, в Тунтхане. Пока что немноголюдно. На выходе с аэропорта стояла такая стойка. И за 80 бат с человека можно доехать в центр. Решили мы узнать, сколько стоит тук-тук. Они еще за нами бегут. Вот он сзади идет. Я не знаю, что за мной идет. Стопатствует. Огромный какой-то мол. То ли это рента, то ли это парковка. Для скутеров. Блин, тут, оказывается, никто английский-то почти не знает. Оупен клуб даже не знает. Хотел тоже не знает, что такое. Будет весело. Мы взяли просто тейка, заказали, вернее, только за 49 бат будет стоять там. Вот. И попробуем с хоризантемового сока такого. Вот он, хоризантемовый сок. Что это будет сейчас? Мне очень интересно. Вот тут все по-английски. Везде английские слова. Все просто по-английски. Он еле нас понял, но ничего не сказал. Надеюсь, все будет хорошо. Ну и по картинкам мы показали, что надо взять. Сколько тайцы любят лед. Мы заказали лед с кезидомовой сок, а нам принесли такие вот стаканы полностью забитые ледом. Сначала чувствуется мед какой-то с чаем, да? Холодным. А потом привкус такой, травяной, немного лекарственной. У него ромашка похожа на лед. Ромашка похожа на лед. У него ромашки с фотосмена, у Александра. Как ты сборы от каши, такие чай, там кучи всего напихот. Она точно такой. Какой у нас вкусно тень получилась? Все закрыто. Все какие-то кафешки, магазины. Такие у нас апартменты крутые. Вот. Тут еще такая дверь. В американском стиле. Оп. И посмотрел, кто там зашел. Всегда хотел так. И три ночи обошлись и 54 доллара. Все. Еще такая верандочка небольшая есть. Я рассчитывал на одну аренду машин. К сожалению, у них все распродано. Я думаю, ну ладно, это ж денткани. По-любому есть еще у кого-то. Вторым звоним, у них тоже все распродано. Третьим звоним, тоже все распродано. Капец. Ну, какую-то контору нашли на гугл-картах. Пришлось сейчас к ним идти, минут 20. Такие дома проходим, частные, двухэтажные. Уже минут 25 идем. Не вижу нигде, чтобы машины сдавались. Выездки какие-то. Только одни скутеры. Стоят. И то не сдаются даже. Тут возле Плазы, главный, в Данкане. Куча уличной еды. Какие вкусняшки. Вот, это по-любому. Манас и ресторан? Да. Хочешь? О, да. С лотоса? Да. С корня лотоса. Что-то мне не нравится. А вот с чай из хризантемы. Посмотрите, какая красота. Как вкусно просто, вау. Настолько какой-то сок, как будто сироп прямо. Мы завтра думали ехать в Атхайл. Отговорили, это 275 километров от Будентхам. Это 4,5 часа езды по левостороннему движению. Дядь, не, ребята, вы туда не доедете. А там еще горы, заповедники по пути. Во-первых, вам надо как минимум 2 дня. Тысячу бат предлагали взять машину. Но когда узнали, куда мы едем, сказали мне, мы вам не сдадим. Ну, и я так подумал, что может быть, это знак. На первый взгляд, непонятно, зачем эта штука нужна. Но если действительно люди говорят, у тебя 4 стакана таких, то это выручает. После этого стаканчика пошел второй. И более интересный. Банан с молоком взбитый. И со льдом. Очень вкусно. 30 бат всего такой стоил. Пока уже проходим, ни денег, ничего не можем с курицей найти. Все, все свининой. Везде нарисованы поросята. Оттуда крыса как пробежала через дорогу перед нами прямо. Люда на стрёме. Где? Где? Есть? А так не забывайте. Тут, короче, их куча. Они с канализации лезут. Они в кустах шумят. Очень много здесь крыс. Вы думали за девочкой проследить? Чтобы она нас прикрыла. Но она сама за нами идет и прячется. Вот крыс. Они везде здесь. Какой-то блин взяли поджаристый. С клубникой, со смородиной и с ванильем. С яйца выбираешь сам ингредиенты. И оно очень острое оказалось. И рис еще добавляется. За всего-то 30 бат. Такая огромная трюляка. Мы с Людой теперь не знаем, как в Киеве с нашим сервисом жить, ходить. Какие-то заведухи. Потому что здесь все такие мняшки-милашки. Особенно почему-то мы мужчины. Они, не знаю, очень милые все. Так наклоняются, улыбаются, смеются. Какая подшучивая. Очень прикольно. Китайцы мне не нравятся. Взяли замороженный напиток со вкусом таро. Я не знаю, что это. Тоже на кокос с ванилью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok